Что Вы делали в свободное от учёбы время? Читала. Вот на самом деле практически ничего другого не делала. Потому что гаджетов не было вообще никаких. Телефон был или на стене, как моя приятельница объясняла мне, как запомнить правильное ударение, звонит или звонит. Она говорит, сейчас я тебе скажу, телефон у нас висит, телефон у нас звонит. Всё. То есть телефон был на стене. Или телефон-автомат за две копейки, чтобы позвонить домой. Всё. Кино. Не так часто менялся репертуар. И туда можно было ходить. Если я особенно заранее купил билет. 25 копеек, по-моему, вечерний сеанс. Но там не так много всего. Вот идёт фильм, он идёт неделю, только потом он сменится. И вот этого колоссального выбора, что ты всегда можешь ходить в кино, ну, наверное, раз. В две недели мы, конечно, в кино ходили, вряд ли чаще, но это не было ощущением того, что это вот какая-то стабильная, постоянная вещь. Дальше Черчилль сказал, что у него со спортом очень хорошие отношения, потому что никогда в жизни с ним не... Большую роль играл в его жизни, потому что никогда в жизни им не занимался. Я очень обрадовалась, когда это услышала, потому что могу повторить про себя то же самое. Вот. Зато вот этот мир в любое время всегда... Причём моя прабабушка, я приходила домой, и у меня в портфеле, допустим, была какая-то книга, которую мне дали почитать ненадолго. Вот я кладу на стол, иду мыть руки, иду на кухню разжиться, значит, едой, потому что это тоже хорошо, когда ты ешь и читаешь. Прихожу в комнату, а книжки нет. Моя прабабушка её уже утащила и у себя в комнате сидит. Она была кругленькая-кругленькая, как колобок, и низенькой. Ей удобно было садиться на маленький, почти детский стульчик, и она на нём сидела возле кровати, вот так вот, локти на кровати. Ну, вот по её росту получалось, что ей так удобно. Здесь подушка, ну, чтобы вот так вот книгу. И она вот так вот читает, потому что эти книги, которые давали ненадолго, это всегда были детективы. И моей прабабушке надо было утащить быстренько её у меня, и когда я говорила, ба, ну, это же моя книжка, ну, отдай. Ну, ты пока пойди, там домашнее задание сделай, вот, подожди, она читала. То есть вот это занимало всё. Хотя телевизор, наверное, тоже смотрела, как в 7, там программа передач кончалась, по-моему, где-то в 9 часов уже, или в 10. Каналов, наверное, 2. Вот экран... Чебо, естественно. Вот, так что, да, ещё гуляла с подружками, но не так много. Мы садились на троллейбус и ехали куда-нибудь, вот просто, смотря в окно. Оттуда страсть к этим туристическим поездкам на автобусе, когда взяли, а потом положили на место. Самое комфортное и удобное. Ты помнишь поколений, ну, знаешь, о скольких поколениях в двух веках своих каких-то родных? С середины... С середины 19 века. 1904 год. Вот 170 лет назад. Это моя прабабушка и мой прадедушка. Он Павел Герасимович, она Мария Семёновна. Она единственная дочь омского булочника. И этот самый омский булочник оказался в Омске по Столыпинской реформе, переехав из Орловской области. На губернии, естественно. А он рабочий железнодорожного депо. Ученик, ну, типа ученик-мастера. Вот. Где-то хранится характеристика, которую ему написал мастер-немец. Он один из 11 детей крестьянина Соколова. Она Соколова. А он Иванов. Крестьянина Иванова, у которого было 11 детей. 10 братьев, 11 сестра. Причём вот это... У меня её, по-моему, даже и нет. Я у дядюшки только видела эту фотографию замечательную, где эти братья сфотографированы. Это рост, разворот плеч, характер, нордические стойки. Все красивые, как на подбор. Вот. И дальше на этой истории 11 детей конспект той же самой нашей истории семьи. Вот крестьянские дети, которые пошли в разные стороны. То есть, один, естественно, остался с родителями село, старый Буян. Оно есть даже в энциклопедии Брагоза и Фрона, потому что старое, богатое село. Потом оно ушло под воду, когда строили дни прогресса. То есть, его больше не стало. Так вот, другой и крестьянин, и он погиб во время раскулачивания. Причем, он погиб, поскольку он был членом комитета бедноты, то его убили и разрезали живот и напихали в него пшеницу. И сколько потом прадед не колотился, чтобы найти убийцу, это осталось неведомым, кто его убил. Это один. Другой брат был тоже, по-моему, старше Павла. Другой брат, сын этого, все это дети Герасима, он был в правительстве Дальневосточной республики. И в 37-м, 6-м или вот в 30-е те самые годы он был арестован вместе с женой и расстрелян как враг народа буквально на следующий день. Мой, собственно, вот Павел Герасимович. Поскольку это железнодорожные мастерские, то агитация там и сила этих пропагандистов там была очень высокая. и вот эта идея пролетарской сознательности и единства и всего на свете самообразование колоссальное, потому что в каком-то смысле книги начались с него уже, вот, была в нем очень сильной. Он сидел в тюрьме, она уже будучи отцом, мужем и отцом, она при этом снимала где-нибудь рядом комнату и шила, чтобы иммунопередачи, а самой на какую-то жизнь. Значит, ей родители, папа проклял ее и сказал, что раз ты идешь за голодраться паньку, то я тебя знать не знаю. И она тайком виделась только с матерью, которая ей там втихаря чего-нибудь такое подсовывала. А так вот какая-то вот такая вот жизнь и пять детей. Двое умерли в младенчестве, причем как у Некрасова там вода, не вода, деревенская какой-то этот ужасы. Вот. А трое, два мальчика и девочка, значит, выжили, и это середина, это моя бабушка. Потом Павел Герасимович стал после революции, стаж у него был, естественно, дореволюционный, где-то на могильной доске написано, что он член партии с 905 года. А бабуля всегда говорила, что на самом деле раньше и он, они там все бегали с идеей вот этого подтверждения дореволюционного стажа. Поэтому он был членом всяких этих обществ, старых большевиков и всего такого. И лучшим другом его был Сергей Яковлевич Алилоев, тесть Сталина. фотографии, где он на отдыхе или еще где-то, они всегда парные. Сергей Яковлевич И к этим самым страшным годам он оказался представителем нашей компании нефтяной в Германию. И вот этот снимок, который 31-го года, и его рукой на обороте мы стоим на ступеньках Кёльнского собора, направляясь на его осмотр. Такая вот канцелярская запись, он снимки сопровождал какой-то надписью. Потом, когда Гитлер пришел к власти и как-то так, не знаю, что там было с продажами нефти, он вернулся и был уже на пенсии. Может быть, именно поэтому, что он не был действующим лицом, как-то вот это отошло. То, что вместе при расстреле брата, как врага народа, он оказался ни при чем, было связано с тем, что у него была другая фамилия. После революции очень многие эти политкоторжане, сын, поселенцы и все прочие брали себе другие фамилии по партийным кличкам. У него была кличка Мурза. Отсюда возникла фамилия Мурзин, а не Иванов. Вот. Ну, поэтому отождествить его с кем бы то ни было нельзя и все. Его родители из села Старый Буян умерли во время Поволжского голода. Сначала отец его, вот этот дед Герасим, был мобилизован на перевозку трупов. Это все недалеко от Краснодара было. Вот. А потом они с женой просто от этого голода не хотят. Вот эти чиновники уже в Москве жили, когда нефтяная компания? Когда он был председателем этого общества Дерок-Дерунап назывался, вот этого нефтяного Москва. В Москве он поселился с 30-го с 30-го года. Получил, давали ему квартиру в доме на набережной как раз. Он сказал, что партийная дисциплина не позволяет ему занимать целую квартиру, которую ему давали, 4 комнаты. Не хватит двух. Поэтому это была коммуналка. Ну, относительно коммуналка это всего на 2 семьи получалось. И вот с этого самого 30-го года он там. Бабушка родилась в 909-ом в Харбине. Это потому, что так его мотало, как железнодорожного этого самого, это КВЖД. Вот. Потом Краснодар. Это все еще до Германии. Германия вот после того, как он переехал в Москву и через несколько лет после этого он поехал в Германию. Вот. Старший сын закончил нефтяной нефтяной институт тогда назывался. Он потом стал нефтью и газой имени Губкина. Нет, прошу прощения, неправильно. Он был горным, а потом он, очевидно, как-то отпочковался от горного. Там же в этой же группе учился Иван Ефимович Ширяев, который потом стал моим дедом замечательным. Вот. Потому что Николай, бабушкин брат, сказал, слушайте, у нас в группе есть парень, он вообще с Дальнего Востока совершенно один и без всего давайте я буду обедать приводить. Ну, типа, вот. Ну, он раз пришел пообедать, два пришел пообедать. Ну, дальше понятно. Вот. Он был полярником, геолог-нефтяник, любимый дед, хотя по крови он мне не дед, потому что мама к тому времени уже родилась и бабушка с Джанжгавой развелась с грузином. Вот. Но я всегда считала, что это мой родной дед. Вот эту вот грузинскую историю я узнала где-то заканчивая школу только. Почему-то сопоставила. Почему у мамы какое-то отчество Евлиановна, хотя дед Иван Ефимович. Вот. И вполне меня как-то тогда устроило объяснение, да чтоб красиво было. Поэтому не Ивановна. Вот. И так вот оказывается дед как бы дед-дед. Но на самом деле человек, который отчасти сделал меня, это, конечно, тот человек, который сделал меня, это, конечно, был дед. Вот. Что я еще знаю про деда Герасима, не деда, про прадеда Герасима, кроме села Старый Буян, я еще знаю что-то бабуля рассказывала, что когда она была маленькая и была там в селе, нет, не бабуля, бабушка рассказывала, когда ее отвозили туда к деду с бабкой, вот, то она там со своей теткой какой-то общалась, тетка была кривошея, в общем, это история из Тихого Дона, да, в Тихом Доне она стала кривошеей, потому что пыталась себя убить. Вот там была такая же, которая тоже, значит, была с каким-то повреждением на почве того, что недоубилась, она была крепостной, она была горничной, она была красавицей, которая потом как-то вот, у которой жизнь не сложилась, такая вот, абсолютно романная история. Вот, а вот очень интересная Орловская линия, это в Омске, ну, Омск-Омск, а вот, причём очень хороший он был булочник и пирожник, и даже к нему ездили с другого конца города за пирожными, к этому булочнику. А вот эта самая Орловская сохранилась в речи бабули. домашние нормальные поговорки, которые я считала общеязыковыми, они дальше удали помечены, как Орловские. И это был правильный, чистый русский язык, совершенно замечательный. Какие-то вещи я даже потом, ну, попыталась расшифровать, одна такая осталась загадкой, потому что если бабуля брала нитку, я сегодня хочу что-то пришить. Перед тем, вот, когда я отрываю нитку от катушки, первое, что в этот момент всплывает, это бабулина поговорка. Длинная нитка, ленивая девка. Ну, если ты много отмотаешь, естественно, хочется много, раз ты уже это запихиваешь, то что, короткая, быстро кончится. Но если нитка длинная, она будет запутываться, когда ты шьешь. Поэтому, ну, вот, нет такого, чтобы я держала в руках нитку и не вспомнила бабулину фразу. А ее учили монашки. И это было еще в Орловской губернии, потому что ее перевезли туда, она не родилась в Орловске, ее перевезли туда ребенком. А другая ее же поговорка была, когда, значит, мы с сестрой сидели и пытались что-то шить, то вот в знак того, что это пошито неизвестно как, было выражение, что я Болховская. Когда потом, 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 сколько-то лет назад я с приятелями ездила в Орловскую губернию к знакомым. И там мы были на каком-то таком Орловском фестивале в Спаско-Утавиново были, ну, вот там везде, везде. И вот этот Орловский фестиваль, он был с представлением городов, то есть стояли эти палаточки с какими-то фотографиями, ну, гербами городов и вроде как этими местными продуктами, и вдруг я вижу надпись Болхов на этом самом, что такой городок есть в Орловской губернии. Я лечу к этим теткам и начинаю выяснять у них там что со швейным делом, почему Болховская швея плохая. Те сказали, что ничего такого, какой-то очень традиционной вышивки или чего-то такого у них нет, хотя в Орловской губернии есть места со своим собственным мастерством ремесленным. Так вот осталось непонятным, почему Болховская швея это вот которая она же Кулема. Ну вот это отсюда. То немногое, что я знаю. Но явно какой-то авантюрный товарищ был, если мог на это податься из своей Орловской губернии. Теперь грузинская ветка. Джанчгава Ивлеан Луарсабович был сыном Луарсаба Нет, не помню отчества. Луарсаба Джанчгава из села Старосинаки Менгрелия это западная Грузия. Ну низина долины это не горная часть. Вот при этом мама когда была профиль геофизически проходил в Грузии она туда ездила и застала там живой еще свою бабушку эту грузинскую которой было около 100 лет или чуть больше 100 лет она была как она говорит как ворона вся в черном естественно сгорбленная маленькая худенькая и она ее повела маму молодую повела что-то показывать в горы при этом она прыгала по этим камням как коза а молодая мама еле-еле за ней успевала вот еще накурила все правильно та бабушка вот и когда этот замечательный сын Ивлеан сын крестьянина из Менгрелии тоже пошел в люди он вступил в коммунистическую партию очень рано он закончил какой-то такой рабфак не рабфак но вот что-то такое что дало ему вроде как возможность предъявлять документы об образовании вот и он был политическим каким-то руководителем комиссаром и в этом качестве он был в боях под Москвой простудился там и умер от воспаления легких ну вот в этом самом 41 году зимой может быть не в 41 а зимой 42 но в начале точно дат я не помню после развода с бабушкой у него родился он женился на грузинке уже и там родился мальчик прямо перед войной то есть у мамы сводный брат с которым тесно много общаемся Гиви Ивлянович Жанжгала по-моему улыбья всех государственных премий наград и всего на свете он закончил Московский энергетический институт и всю жизнь занимается авиалникой и как он пришел из института закончив институт был распределен в Раменское под Москву ну где очень большое КБ ну тем свежеиспеченный студент распределяется в КБ как это называется просто инженер наверное вот ну вот весь путь в этом самом Раменское у него наверное у него в трудовой книжке собственно говоря одна запись вот это первая а дальше просто рост 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 до генерального теперь он уже там по-моему почетный председатель называется или как-то еще когда уже еще выше генерального вот это вот Джанжгала грузинская как бы это вот часть которая на самом деле все равно где-то есть когда мама была в Грузии то она говорила представляешь я захожу в Тбилиси на рынок пахнет вот это вот кинза ну аромат главная кинза вот этот вот аромат эти красочные ряды совсем и сверху радио и поет кикабидзе но это рай вот это вот состояние полного рая ну когда я была в Тбилиси я тоже была на рынке там конечно был как-то грязновато в общем на рай это не было похоже но прекрасно было тоже очень вот это какое-то состояние дома не почему я же выросла абсолютно русская семья оно было тем не менее вот то есть вот этот разговор о голосе крови он на самом деле какой-то есть вот это внутреннее ощущение что да это это отчасти какое-то мое без языка без без всего ну кроме того что я умею готовить количество грузинских блюд от мамы потом научилась а мама их готовила после того как она уже взрослым человеком была в Грузии там много общалась с людьми поэтому вот стала их готовить так щи, каши, пироги бабуля классическая русская кухня домашняя вот теперь мама и ее муж Евгений Михайлович Гридин который был сыном Веры Петровны Гридиной в девичестве Чаюк и собственно говоря Михаила Пахомовича Гридина дедушки дедушки Других Других детей у нее не было вот а она она сама была одной из пяти по-моему детей вот там есть фотография ее матери вот этой самой интересной очень женщины на фотографии она чистая совершенно баба Яга ну вот вот как их рисует в сказках вот как рисует баба Яга вот это вот она сфотографирована она так яблоки разбирает такая вот вот какая-то такая вот ну баба Яга и мама ее помнила и говорила что совершенно замечательная была женщина с колоссальным чувством юмора веселая и вообще по ее биографии когда она похоронила трех мужей при этом и во второй брак она вступала уже имея детей и в третий брак она вступала с колоссальным количеством детей то есть кто-то как бы вот становился мужем по-моему к этому моменту у нее пятеро детей было когда она вот снова ушла замуж и стоило того наверное и в этом смысле она очень сильно отличалась от Веры Петровны потому что моя замечательная баба Вера она ну по внутреннему чувству она очень хорошая была и в то же время она была занудой этот внутренний характер вот это какая-то веселость бесшабашность ну я не знаю вот всякое всякое разное которое отсутствовало в бабе Вере оно было в полной мере в ее сестре сводной бабе Вериной бабе Саша и та была уже Александра Тимофеевна потому что она была от следующего брака она была Александра Тимофеевна Лучесенко и вот эта Александра Тимофеевна была правильной веселой отвязной и она была уволена с должности секретарши где-то министерстве с формулировкой без права занятия секретарских должностей за язык вот веселой она была знакома со всем своим домом этим одноподъездная башня и вот вот где кто что при этом это была очень такая солнечная своих детей не было у нее с мужем какая-то она была оптимистка по крови не по уму по крови вот веселая интеллигентная в общем замечательная совершенно была баба Саша и бабу Сашу я знала на самом деле гораздо лучше чем баба Вера баба Вера жила где-то там и это были открытки посылки ну она приезжала уезжала приезжала там на какое-то время недолго а баба Саша жила на полянке и баба Саша приходила и на праздники и без праздников ну вот это как-то семейное такое вот общение уже будучи старенькой уже старенькой будучи или еще в молодости ну как бы в рассвете сил ну понимаешь это же все после брака Лёки и Женьки сколько ей лет тогда было сколько ей было лет ну по мне она была баба Саша она была так что баба 70 плюс ну молодая бабушка наверное около 50 а может и 50 ей уже было если она была на пенсии хотя она по тем советским временам она в общем могла замужем и не работать уже этой обязательности такой уже не было может быть она не стала устраиваться на другую работу а может быть все-таки была на пенсии тогда ей было 55 Ленин вопрос насчет братьев бабушки Веры были у бабушки были точно были ну смотри один старший брат которого звали Жорж Чаюк вот с той же фамилией Чаюк это первый муж бабе Вериной этот самый Жорж он работал в ЧК его жена Наталья нет ну теща соответственно его мать жены говорила вот придут немцы и говорила про Жоржа и про его сына Володю Володича Юг из Киева это сын Жоржа Владимир Георгиевич единственный тоже он же тоже пошел туда же и она говорила вот вас вдвоем и повесят да но она как-то какую-то там вот когда Володя что-то говорил ну это по кусочкам просто она довольно долгую жизнь прожила эта бабушка она была домохозяйкой классической кто там был отец не знаю то есть тесть кто был у Чаюка вот а дальше вот этот самый Жорж там была как это очень интересная история ведь Курск где была баба Вера он попал в зону оккупации естественно и вот эта темная такая история ну не то что темная а трагическая баба Вера и ее муж они стали эвакуироваться и когда баба Вера мне про это говорила она сказала так ну вот мама же была старая куда бы мы ну судя по тому что мне потом Лёка рассказывала об этой самой маме сейчас забыла как ее зовут но я вспомню не была она ну то есть по возрасту да наверное но вот физически этой истории не было физически это была история что есть дом с участком и все и вот ну дальше они не ушли и вот это где-то внутри ей не мог простить мой отец потому что потом делали по биографии конечно я не думаю что для него было так вот принципиально именно писать что они были в оккупации а вот это внутренне они были правильными как-то когда мы про что-то разговаривали я говорю Лёк а чего же то вы с отцом на целину не подались если были такими и она так с тоской мне сказала так целина еще не было когда мы туда поехали а то конечно то есть зная вот маму и зная то что она говорила об отце потому что так отца я не помню хотя он умер в тот год когда родился Олег но мы не общались совсем он очень хорошо знал о том что происходит через бабу Сашу баба Саша была у нас постоянно а вот этого личного общения не было категорически в молодости в твоем детстве вместе с отцом с матерью жили или отец как-то в молодости чьей в твоем детстве о детстве о родителях о родителях как будто ты была маленькая только мать только мать отец они развелись очень рано Таня родилась ей было годика два наверное вот на самом деле с этого момента они уже развелись причем такая трагическая достаточно история здесь они оба заканчивали Станкин и Евгений Михайлович Женька он был блестящим студентом и он и мама они на самом деле были инженерами по рождению вот внутри его диплом он проходил практику на калибре вот и он придумал как вместо двух операций при изготовлении микрометра обойтись одной операцией поэтому где-то хранится микрометр на котором он выгравировал ну вытравил свою свою подпись вот и когда я потом читала биографию Ходорковского то факт того что родители Ходорковского работали на калибре уже тогда сделала для меня Михаил Борисович он чем-то так вот близким родным это инженеры из калибра вот и когда наступало уже распределение а он был старшей мамы на курс то он заявил что вот они куда-нибудь поедут в общем все понятно а мама переведется на там заучку ну на какую-то такую форму чтобы не порывать с институтом и получить диплом на попозже так вот декан приходил домой и говорил образуем Женька он идиот ему надо в аспирантуру мы его оставляем Женька сказал что он коммунист апатия позвала коммунистов строить машину тракторной станции для того чтобы поднимать село трактор вещь дорогая тракторов мало поэтому идея такая сделаем машину тракторной станции они сразу на несколько сел ну как каршеринг автомобиля вот и вот там как раз сосредоточено все техника в смысле техническое обслуживание вот это ремонт все 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 я же председатель берет трактор пашет и возвращает назад в общем некую странность этой идеи понять можно потому что сельскохозяйственные работы в одном месте они же в общем не могут не производиться в одно время вот распределяют его туда главным инженером а он после ранения значит больные сосуды на ногах и это и мы заменили на искусственные это была экспериментальная операция но сырость ну эти сырые сапоги весь день это было совершенно не то что нужно было для состояния этих его сосудов поэтому это явно болело очень вот живут они там в деревенском доме каждый председатель является бутылкой самогона а как главному инженеру и он постепенно начинает спеваться на мамины тексты нет никогда он клянется и божится но потом опять пьет ситуативно тем более что простые нравы тамбовских этих вот которые тамбовский товарищ они там с ним жила да естественно они паиков как могло быть по-другому нет я родилась в москве и я осталась здесь при бабушке дедушке и прабабушке вот трое взрослых вокруг вот меня этой маленькой а вот сестры в 55 году родилась там но она рожала ее в москве приехала родить в москву но коляска стояла там на мтс возле лежала собака и бежала за отцом или за матерью когда коляска начинала раскачиваться такая хорошая собака была она сказала что последней каплей была ситуация когда он пьяным захотел въехать в ворота не выходя из машины ну то есть на слабом ходу машины чтобы ворота вот сами раскрылись а за воротами какой-то ребенок маленький копошился ну это не была моя сестра потому что та была в коляске какой-то ребенок но эти ворота ее бы убили ну вот удар ее бы убил мама успела ну видя как-то сбоку эту ситуацию там из своей диспетчерской она диспетчером там была она успела подхватить ребенка но для нее это было вот той самой последней капли она взяла Таню приехала в Москву дальше бабуля это моя прабабушка она сожгла ее комсомольский билет в печке вот вот к чему было жечь комсомольский билет не знаю но вот практика обращения с документами она какая-то интересная была потому что там-то она была секретарем комсомольской организации еще и кроме того что диспетчером вот ну дальше она уже инженером работала где-то в Москве вот и больше больше ничего ни он не женился ни она не вышла замуж потом и ко мне она объяснила так понимаешь лучше трезвой Женьки я человека в жизни не встречала а зачем мне хуже вот отец вот умер где в Москве в Москве он ну вернувшись оттуда не знаю там через сколько наверное отработав наверное после отъезда Лёки он дальше отработал сколько три года надо было отработать вот наверное когда три года кончилось он вернулся вернулся он в Москву и жил на этой самой бабе Саше как раз два года я нахожусь там с дедом и бабушкой в этом самом Синьцзяне вот мне сколько четыре года четыре года пять лет вот при этом простужаюсь я по дороге туда мы сначала ехали железной дорогой потом летели откуда-то самолетом и я смутно помню эту картинку вида гор из окна ну такие кадры отдельные вот и у меня ангина какая-то там тяжелейшая и ангина давала осложнение на сердце и там я начала тихо умирать от этого от ревомокардита первой атаки приволокли там местного китайца потому что медицинской помощью русской ведал только фершел ну понятно блатной вот а китаец распорядился какими-то порошками дальше там какие-то инструкции и вот бабушка меня выхаживала все эти два года вот и была я соответственно вот вот такая вот светящийся просто такой скелетик вот который запоем читал все потому что там я сначала они не читали потом научились читать сама вот и вот это занятие мое было основное это чтение и вот это тоже кадр из ну фотокадр как бы мы оттуда уже уезжаем наверное это в аэропорту а может быть на железной дороге в общем это таможня и вот мы возле каких-то чемоданов ящиков ну если два года были то естественно много бабушку возил а там на эту самую валюту соответственно книги она покупала ну просто ставя галочки потому что платили валютой и это было бабы везли тряпки она везла книги оттуда и вот был ящик громадный фанерный ящик немеренного размера мы потом с сестрой вдвоем в него помещались когда играли то есть ну чуть-чуть меньше стола этот ящик был целиком набит книга и когда вот его выкрузили этот говорит что здесь бабушка говорит книги ну для таможенника когда везут 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 в Китае ящиками что везут ну наверное довольно стандартно набор такой а тут книги везут ну не пойми ну откройте и вот я стою наблюдаю как они значит ну как как посылочный заколочен гвоздями они отдирают это вот и я радостно кричу о о о вот он вот он достаю ну то ли Томик Цвега второй как раз вот этот вот то ли Шекспировский Томик что-то из этого и радостно кричу вот а ты говорила что мы его забыли ну после чего таможенник понял с кем он имеет дело вот и ничего дальше не было ну вот это ну раннее формирование когда я помню что я вот сижу и читаю это все до школы было конечно конечно школа началась к пяти годам вот этот шкаф был перечитан весь причем понимаешь это дивным образом переплелось то есть это совершенно вот чтение Шекспира Тома за Томом потому что гулять нельзя двигаться особо тоже нельзя бабушка меня закутала сажала перед окном на стул вот девятый этаж там воздух чистый вот и я говорила ну вот там следующий вот этот Ладно все ребенок тихий ребенок ничего все хорошо звучит что я понимал я ничего не помню вот из этого вот чтения я не помню ничего бабушка помнит потому что когда была вторая или третья уже атака и сказали что в общем-то я умру потому что мало кто ее переносит единственное что надо обеспечить это полный покой вот в больнице можно нанять сиделку но но нет поэтому они мне не отдали в больницу а сидели по очереди чем обеспечить лежание только чтением вслух потому что для меня это тоже уже нагрузка ну сидеть держать и они читали тогда вышла незнайка бабушка говорила что ей вот потом потом я взрослой была когда она увидела эту книжку мне вот на обложку смотреть противно потому что они читали мне эту свежевышедшую книжку вслух по очереди а когда доходили до конца я говорила теперь сначала до какой степени много раз это должно было быть чтобы бабушке было противно смотреть на обложку это вместе с вот этими вот толстыми книгами взрослыми абсолютно как я понимала что я понимала ну вот какая-то такая ткань там там складывалось вот наложилось это на школу на образование на школу это наложилось так ну аутистом прямо с диагнозом я не была хотя по сегодняшним этим вот психологическим всяким текстом наверное что-то такое здесь было потому что это идея коллектива всего общего вот общей радости она мне может быть даже до сих пор ну вот это состояние когда много народа и все веселятся вот мне всегда как-то ну не так вот мне нужно усилия и может быть даже там актерство что вот я тоже да вот не борчу никому веселье но я его внутри не испытываю а как в школу попала в школу твои отношения я попала в школу я болела всегда примерно одну четверть в сумме дальше учиться мне было очень интересно потому что учебники я читала когда нам их продавали а продавали в конце года учебного вот перед началом каникулы уже значит там вот надо было прийти вот такая вот сумма и ты покупаешь прям связку учебников на будущий год они новые они хорошо пахнут этим клеем переплетом всем на свете и летом я их читала приходило первое сентября уже закончил именно причем именно читала я не прорабатывала их то есть понимаешь от того что я вот так вот прочту Перкишкина не значило что я потом не смогу смогу сдать контрольную по физике но какое-то представление о направлении того к чему куда вот это вот оно все тем не менее складывалось значит когда надо было готовить домашнее задание ну что я опять буду читать эти странички не то что я их так помню но как-то относительно помню поэтому я брала что-то больше обязательно на эту же тему и мне это было интересно спрашивается какие оценки мне могли ставить в школе к вам пятерка это вне зависимости от предмета то есть любой физики математики конечно это все кроме математики то есть там география литература понятно история а вот все эти химия физика химия то же самое биология тем более вот единственная математика потому что вот это вот складывание вычитания и более сложное и более сложное ну ладно ну примерно вот копошишься копошишься я его там честно делала но что там еще больше почитать можно по математике это непонятно я была как бы формально готова пойти на ну почти на что угодно ну скажем минус вот минус прям математика с одной стороны почему бы не стать инженером как Лёка мама это хорошо дед геолог и это замечательно врача рядом не было если рядом был врач я бы думала а что бы не пойти в мед причем вот это вот ощущение такого открытого мира оно было максимальным но все-таки самое интересное из этого это был язык с литературой ну и и вот то есть высшее учебное заведение выбиралось нет высшее учебное заведение здесь у меня ничего просто не бывает значит со всеми моими абсолютными пятерками на доске почета там вот как с пятого класса повесили снимок так только обновляли гордишко и я не прохожу ну во-первых я дитя бэби-бума 51 год то есть 20 человек на место это как бы не потому что в гиг а просто потому что вуз это раз второе вот этот домашний ребенок который знает потому что ему интересно никаких этих репетиторов приемов ответов вот это вот всего моим в голову не приходит родителям ну маме дедушке с бабушкой потому что ничего кроме пятерок то есть я могу принести четверку даже тройку за какую-нибудь контрольную вот по физике допустим как его косо но в целом в результате ничего кроме готовых пятерок это не складывается и поэтому идея что мне кто-то нужен ну даже в голову не приходит а поступаю я в МГУ а я только через год да я только через год узнала о тех требованиях которые предъявляются к МГУшному сочинению то есть мое сочинение оно было абсолютно написано свободно легко и в школе я за это всегда получала пять и его еще читали там в классе как образцовое это было то с чем мне поставили сразу пять в педе в МГУ такое сочинение ставили три находя по возможности ошибки а дальше работало если сочинение три то а то следующий экзамен устный русский с литературой нельзя было ставить больше потому что пятерка как бы я не отвечала она была бы в каком-то смысле скандальной потому что потому что слишком много поэтому с этой тройкой следующая максимальная оценка это четыре которые я получила не хватило мне по-моему балла одного тем не менее и потом потом я узнала что то ли дед это узнавал то ли маме сказали что если взять эти самые баллы пойти с ними в Ленинский пет то их зачтут и меня возьмут но мама решила что если у человека есть такая мечта роман германское отделение я же не на русское поступала на роман германское МГУ то нафиг этот Ленинский пет и она мне про это даже не сказала ну я решила что ну их всех тогда нафиг и пойду я как дед в Губкинский нефтехимический на геофизику и на первом курсе я значит грибла естественно одни пятерки а что еще издала геодезию кристаллографию мне было очень интересно все замечательно вот тогда же я познакомилась в конце первого курса с квальтаном вот гулянки всякие а потом вдруг мне пришла в голову идея что мне очень интересно учиться общую химию я целиком сдаваю это вот такое чем но работать то как и я значит выясняю у Лёки которая к тому времени уже тоже в геофизике работала сколько-то лет чем занимается геофизик ну то есть человек который получает тот диплом который я потом получу когда я выяснила ну то есть не то что выяснила это понятно что он анализирует вот эти вот данные вот эти вот данные сегодня и завтра я поняла что я не хочу до смерти анализировать вот эти данные это не интересно совсем вот и пошла в ПЕТ со второго курса со второго ушла отсюда там сдавала все заново мне даже историю партии гады не засчитали потому что сказали что раз это технический вуз то это не тот объем вот и все на первом курсе у меня в первую сессию родился Олег вот потом попозже родилась Нюха я тоже была еще студенткой то есть я на заочке и работала вот Клайта мне из библиотеки Гитиса портфелями носил книги а как ты устроилась на работу каким путями и почему там такие значит пока я училась надо было чтобы ты работала по специальности в какой-то момент поэтому тетка мужа ну куда-то там позвонила и я пошла работать в школу лаборанта потом ушла в декрет с Нюшей и дальше законно сидела до года а может быть тогда уже до трех лет можно было без оклада без вот не помню вот и у Калайтановского ну там это уже его знакомство НИИ культуры отдел социологии и там младший научный сотрудник или нет старший лаборант или МНС все-таки не помню значит в декрете тоже на год и на это место можно взять человека я попадаю на это место вот она моя лучшая приятельница вот и этот год пока я там когда она должна была выйти мне нашли другую ставку и по-моему лет 7 я там проработала в этом отделе социологии почему каким способом потому что социология была интересной она была интересной вот так же как учиться в школе интересно это была куча нового 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 а потом постепенно надо писать то есть проводить исследование это кусок жизни это безумное количество воспоминаний а вот отчет на эту тему писать это как-то гнусно длинно долго и неинтересно я ушла куда-то по знакомству не помню куда а в институт государства и право-редактор младшим журнал там ну там по-моему ставка была тоже какой-то временной или невременной ну и тут обнаружилось что есть ставка на подготовительных курсах в институте связи ну на подготовительных курсах и ладно я там работаю потом рождается младший Олег соответственно я не работаю а потом приятельница вот из круга ближних приятельниц говорит что слушай ты же живешь здесь а имьяз вот здесь она в нем работает а у нас сейчас есть ставка и она меня туда привела за руку и все последние там 15 лет я работала в МГСе а репетиторствовать я начала с третьего курса института все это сопровождалось репетиторством то есть то что я могу преподавать я знала уже так-то значит только Владимир Юсвенин сказал что повесть мать его всего перепахала или что там или что делать его перепахала ну одна из двух его перепахала книжки которая перепахала подозреваю что ее и в природе нет есть книга которую ты в этот момент вдруг поворачивает переосмысление и рассказывает тебе что-то про тебя вообще любая книжка всегда про тебя рассказывает но чтобы вот это было звучно и громко надо чтобы она пришла в какой-то тот самый момент та самая книжка поэтому когда когда что сказать что это была какая-то одна книга категорически нет любимые которым я испытываю какое-то такое к обложке к содержанию к звукам особое отношение ну такой чемоданчик конечно есть но в целом это какая часть моря тебе больше нравится на какой глубине она тебе больше нравится какую волну она тебе больше нравится ты его любишь как при каком-то обсуждении народ спрашивает вот похожий а у Юзефович она писательница поэтому спрашивает о писателях о книгах и этот отвечающий ей говорит конечно Пушкин но про Пушкин даже неудобно говорить это нельзя сказать что я люблю свои кровяные тельца вот мы из него состоим вот в каком-то смысле то что ты очень любишь ты просто уже из этого состоишь почему Пушкин великий понимаешь он создатель русского литературного языка вот это такая фраза которая написана на заборе такая вот такая вот а на самом деле это значит вот что до Пушкина русский язык использовался тут французский использовался здесь русский был здесь таким здесь таким где-то уклюжим где-то неуклюжим но вот этого ощущения что на нем можно сказать все у носителей не было а после Пушкина оказалось что на русском языке можно сказать все и то как он использовал эти самые слова оно дало возможность дало голос и если сегодня какая-то девочка влюбляется у нее есть она уже прошла Онегина то никуда она не денется она все равно начинает каким-то образом крутить письмо Татьяне понимаешь ну потому что это уже твои слова придет серенький волчок и ухватит зубочок можно от этого оторвать кусок и сказать насколько это хорошо или плохо это часть тебя то же самое с Сергеевичем он настолько врос в нашу культуру что выйти из него нельзя можно вообще про него не знать можно прогулять в школе всю литературу и знать только как домуправ там из какого-то произведения который знал а у Булгакова который говорил а что лампочки в подъезде Пушкин вкручивать будет вот это вот да можно но все равно этот человек внутри себя в какой-то части тромбоцитов все равно будет нести Пушкина когда он будет произносить вот эти самые слова выбирать эти самые слова а ну а дальше уже понимаешь идея как только ты начинаешь его действительно читать ну с пониманием читать ты понимаешь что феерия когда человек может один сразу же вот на всем поле литературы отметить все направления которые есть и везде сказать что-то абсолютно новое когда есть романтический язык есть реалистический язык есть язык сентиментализма и он говорит хорошо вот вам на этом языке вот на этом вот на этом хотите на сцену пожалуйста маленькие трагедии Борис Годунов хотите сказки народные пожалуйста вот вам балда и мертвая царевна и ты можешь без этого вот кота который по цепи кругом ходит представить вообще себе мир русских сказок хотя это написано человеком это не устное народное творчество это это феоп сидел грыз перо и дальше вот это вот писал а потом из этого получается понимаешь а язык делает человека Карл Марк замечательно сказал язык не просто продукт нашего сознания язык есть наше сознание можно спорить и как-то это дело там перекручивать но вот в принципе для тебя существует в каком-то смысле только то что ты называешь не названное ты и не знаешь оно есть наверное но для тебя этого нет для тебя это является чем-то когда ты находишь этому слово а вот это вот а все слова взаимоотношения и вот этот вот самый мир слов он от Александра нашего Сергеевича не любить невозможно можно не знать вот у него в одном месте в Онегине и вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей читатель ждет у жрифмы розы так ну возьми ее скорее смотри он смеется над идиотом который считает что если морозы то розы ну если человек другой рифмы не знает он конечно кретин смеется он над ним над читателем смеется но в результате то он именно ее использует и то что средь полей розы серебриться не могут никогда не припаковать к какой погоде тоже понятно правда то есть он вот этот вот вот эту ситуацию смеха абсурда и всему на свете вот так вот скрутил тебе дал и ты читаешь совершенно не замечая но тебя же воспитывают каждым вот этим вот кусочком мудрость младшему поколению первое это то что для школьников чего им не дают в школе воруют пункт первый ошибок не надо бояться ошибки надо любить когда ты работаешь и ошибаешься ты понимаешь тогда снаружи тогда снаружи что вот это то самое в чем ты не достаешь плавниками или ну другим любым способом если этого не будет половина или какая-то часть этих идиотов которые сидят и а у меня тройка у меня четверка а вот как бы не ошибиться а вот ура я попал вместо знаний рулетка это все не образование образование когда ты становишься другим потому что ну приобретаешь еще что-то еще что-то еще что-то этот процесс идет ну и вот на входе криворукий Петя а на выходе виртуоз Петра Ильич ну можно без Ильича даже ладно оставил оставил след второе это первое что вот эта вот гонка за оценкой или там вот попытка это бред собачий потому что вопрос стоит совершенно по-другому дальше школа этот предмет не нужен этот предмет мне совершенно не нужен потому что я собираюсь самое распространенное рассуждение поддерживаемое не менее глупыми взрослыми вот оно неправильное вот почему когда ты должен что-то выбрать то нужно иметь поле выбора поле выбора в продовольственном магазине допустим понятно хотя и то можно сказать что если написано зефир то пока ты не попробуешь ты не узнаешь какой из зефиров лучше при всех описаниях да здесь ты туда вошел в эту самую школу для того чтобы через 10 лет найти себе следующую дверь на образование вот вот что за эти 10 лет ребенок которого вытащили из песочницы ведерко и совок вот этот самый ребенок пришел сюда да через 10 лет ему надо выбрать дверь уже такую серьезную дверь ему надо самому увидеть как выглядит поле как сформирована школьная программа она от древних не знаю кого потому что даже наверное не греки а даже египтяне или еще кто-то когда вообще формировалась идея вот этого школьного образования как она формировалась все что есть но в каком-то самом таком наработанном и общем виде а что есть естественные науки биология физика химия география да история ну вот это странная литература у которой свое место особое это не предмет на самом деле родной язык чужой язык второй чужой язык да это самая математика там у них у всех мания величия на мой взгляд когда этот человек не мог у него не хватило воображения быть математиком поэтому он стал поэтом ну вот такие они товарищи у меня свои как у Нобеля он правильно не дал математикам вот я не права и смеюсь она нужна важна и очень но это же совершенно разные сферы да и вот человек который держа совок для песка говорит а мне не нужна физика химия биология потому что я собираюсь ну хорошо ладно на уровне песочницы нормальное утверждение по большому счету я и смотреть в эту сторону не собираюсь а мир большой и через миллион связей все связано со всем и как греки сначала когда Аристотель занимался физикой то это физика означало все что не человек а окружающий мир а потом начали отпочковываться вот так потом еще распочковываться потом еще больше и больше физики ими отдельно химфизика отдельно но что сегодня естественно сегодня на стыке двух наук на стыке трех наук и не может быть по-другому потому что вообще мир-то един а человек сидит и говорит я хочу быть физиком поэтому мне это все плевать ну хорошо плевать значит никаких открытий в области той физики которая связана с живым уже нет как это вот Субтитры сделал DimaTorzok